В Омском областном музее изобразительных искусств имени Михаила Александровича Гробеля хранятся более 40 произведений искусства, которые до революции находились в коллекции великого князя Константина Константиновича. Причем это те предметы, которые хранились в его личных покоях в кабинете, в приемном кабинете и были ему чем-то особенно дороги. Изучать эти предметы помогают дневники великого князя, которые он вел на протяжении всей своей жизни. В 1927 году в собрание Западно-Сибирского краевого музея поступил триптих, три небольших живописных полотна «Дискобол с голубями иода» кисти художника Степана Бакаловича. В обрамлении этих картин можно увидеть металлические таблички, на которых нанесены стихотворные строки. Строки эти принадлежат перу самого великого князя Константина Константиновича. Известно, что он, как все представители династии Романовых, посвятил себя прежде всего государственной службе. Но какие-то человеческие вовлечения были ему не чужды. И известно, что великий князь Константин Константинович был поэтом, который публиковал свои произведения под криптонимом К.Р. Константин Константинович однажды задумал написать целую серию произведений в стихотворном размере, который называется «Гегзаметр». В этом размере в свое время великий Гомер написал свои знаменитые «Илиаду» и «Одиссею». В дневниках мы читаем. «Вчера мне пришло в голову написать стихи в подражание древним. Придумал взять картину, увиденную в лагере, переделав ее на греческий лад. Солдата, играющего с резиновым мечом, можно превратить в отрока грека Дискобола. Давно я мечтал написать что-нибудь в подражание древним, и вот, наконец, написал. «Любо глядеть на тебя, черноокий, приветливый отрок. В раннее утро, когда ты диском играешь блестящим, Спину согнув, опираясь в колено левой рукой, Правую ловко ты круг увесистый просишь далеко». Через несколько дней родилось еще два стихотворных произведения. «Я начал третье подражание древним. На этот раз не картину рисую, а передаю собственное впечатление. Хочется передать то сладостное, робкое чувство, владевающее мною, когда я в первый раз читаю Оле, великой княгине Ольге Константиновне, новые стихи. Это подражание относится к ней». По мотивам этих трех стихотворных отрывков, тогда еще молодому, но очень известному и популярному талантливому художнику Степану Бакаловичу было предложено написать три живописных произведения, которые очень вскоре и появились. Данные живописные произведения были объединены в триптих, были смонтированы со стихотворными строками, принадлежащие великому князю Константину Константиновичу, и до революции, что зафиксировано на старых архивных фотографиях, хранились в его приемном кабинете в мраморном дворце. После революции, после национализации коллекции великого князя, картины поступили в собрание Омского музея, причем в архивных документах была сделана отметка, что ввиду особой ценности этих картин, стоит оставить их в Государственном музейном фонде. Но картины были переданы в Омский музей, и на сегодняшний день представлена наша экспозиция.